Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо, что позвали. Сегодня в качестве не главного редактора, а писателя и автора черных глаз. В первую очередь мы хотели вас поздравить. Вы стали трижды мамой. Мы вас искренне поздравляем. Но надо сказать, что на четвертый день после рождения дочери вы уже вышли на работу. Это была необходимость? Или вы как маму уже двоих детей понимали, что нужно выходить уже на работу, чтобы как-то избежать быта домашнего? Я и в прошлый раз на четвертый день вышла на работу. Нет, конечно, это необходимость. Я, конечно, предпочла бы посидеть четыре годика, а не четыре дня с ребенком. Но я выхожу на работу сразу, как только выписываюсь из роддома. Потому что сразу начинается… Я стараюсь элиминировать все, что можно элиминировать, все, что можно сократить, и что не требует личного присутствия. Я стараюсь этого не делать, пока дети такие маленькие. Но есть вещь. Ну вот с сыном, например, предыдущий мой ребенок, сына, когда я родила, у нас шла проверка счетной палаты. И мне нужно было сразу из роддома ехать там на встречу по поводу этой проверки. Потому что если ты руководишь компанией, это не может сделать никто, кроме тебя. И от того, что ты родила, ничего не меняется. Или тогда тебе нужно просто уходить, или уходить в декреты, передавать на это время управление компанией кому-то другому. Если ты этого не делаешь, если ты остаешься в компании, ты должна все равно выполнять свои функции и не иметь значения, родила ты или не родила. Это значит, мы любим рассказывать историю. Звонит мне один человек, очень важный человек из администрации президента, когда я прям уже рожаю. Он звонит, я родила в 007, а он звонит без 5-0, без 5-12. И я беру трубку, что характерно. И он говорит, Марго, говорить можешь? Я говорю, я рожаю. Он говорит, в смысле рожаешь? Я говорю, ну в прямом смысле, он говорит, что прямо сейчас рожаешь? Я говорю, вот прям сию минуту я рожаю. Он говорит, понял, а говорить-то можешь? Кстати, если верить всему, что написано в этой книге, то... Не вздумай этого делать. Не вздумай верить в то, что написано в этой книге. Потому что однажды, я не знаю, это первый был или второй, определенно, что не третий ребенок, что воды отошли в кабинете Алексея Алексеевича Громова. Ничего подобного в этой книжке не написано. Ты просто очень хорошо... Матер хорошо помнит книгу, помнит то, что он написал. Ничего подобного в этой книге не написано, потому что все рассказы в этой книге были написаны до того, как у меня родились дети. Но это говорит о том, что ты хорошо в курсе сплетен московского бумонда. Это реально так и было, на самом деле. Просто готовился к эфиру. Недавно состоялась презентация вашей книги рассказов «Черные глаза». Это ваша вторая книга. Как вы находите время с вашей сложной работой и с тремя детьми? Как вы находите время на то, чтобы написать книги? Я не нахожу время на то, чтобы написать книгу совершенно. Это все, что я написала за 15 лет. Вот эта тонюсенькая книжка. Это не называется находить время на то, чтобы написать книгу. Причем часть этих рассказов написана под влиянием какого-то перепахавшего меня события, когда я просто не могла не написать. Например, «Смерть моей бабушки». Я наконец-то написала все то, что я хотела о ней написать много лет, но не могла. И вот она уже умерла. И я наконец-то... Мы поехали в Адлер. И она умерла буквально через два дня после нашего приезда. И мы ее хоронили. Мы провели там несколько дней, и я это написала. И это, наверное, для меня самый важный рассказ в этой книге. А так, в принципе, это то, что было написано очень давно. Часть эпизодов, кстати, входила и в мою первую книгу, потому что она так была составлена из нескольких рассказов. Здесь один из этих 12 рассказов, он по мне очень элликсически и структурно выбивается из линейки вот этой дюжины, здесь собранный. Я говорю о рассказе послесловия. Про Лесина. Да, про Михаила Юрьевича Лесина. Из рассказа следует, что вы были очень близки, и вы, Маргарита, очень переживали уход Михаила Юрьевича. Я переживаю до сих пор. И мне это показалось странным, потому что я не очень хорошо знал Михаила Юрьевича, но мне он казался человеком 90-х, то есть такой человек денег, условно говоря. А вы в моем представлении, я здесь тоже могу ошибаться, я в людях не очень хорошо разбираетесь, вы, мне кажется, человеком, которому знакомо понятие категорического императива, человек, который может делать что-то из принципа ради идеи, там в ущерб карьерным каким-то. Я, как правило, все из принципа и делаю на самом деле. Что вас вместе держало? Кроме мужского обаяния Михаила Юрьевича Лесина, которое совершенно очевидно было даже не женщинами, а людям, с которыми общались, он был очень обаятельный. Но вы же, мне кажется, идеологически несовместимы. Да, так и есть, абсолютно. И он меня за это все время ругал. Он в свое время говорил, что просто такой наивняк, как можно так жить? Как ты можешь там делать то-то, то-то, то-то? Я говорю, ну я не буду этого делать. Или наоборот, буду это делать, потому что это противоречит моим принципам. У меня у него это вызывало смех. Каким-то таким принципам. Но я думаю, что именно поэтому он ко мне так относился, а он меня очень любил, и я его очень любила. И вот 4 года, как его нет, как раз 5 ноября было 4 года, и я никак совершенно не могу к этому привыкнуть, абсолютно. Просто тяжело. Вот там же есть в этом. Его сложно назвать рассказом. Это скорее такой большой некролог, что ли. Там это все написано, что впервые в моей жизни с его уходом осталась такая зияющая дыра вот где-то в сердце, в душе, которая так и не заполнилась. И я понимаю, что заполнить ее нельзя. И для меня вдруг стало понятно, что жизнь и взросление, и потом уже старение, это и есть просто увеличение количества этих зияющих дыр, к сожалению, пока от сердца уже ничего не остается. Вот моя первая пришла со смертью Михаила Юрьевича. Я не знаю, почему мы в итоге такие у нас были отношения, что мне стало так больно с его уходом. Я думаю, что у него сложные отношения со своими детьми были, которые выросли за границей и во многом выросли, мягко говоря, непохожими на него, другого менталитета, другой культуры. И он все время мне говорил, давай я тебя удочерю, а я моложе его дочери. Давай я тебя удочерю. То есть он, наверное, я была все время рядом, и он, наверное, нашел во мне дочку, которую он в свое время недовоспитывал, не видел, не знал. Вас вообще ни разу не смущало, что он для вашего дичи, для канала Rush Today, придумал название по Rush Today? Я же сама об этом в рассказе написала. Да, но тем не менее, то есть вообще никак, вот это нормально? Мы с ним ссурились бесконечно. Он сначала меня просто ненавидел, ненавидел и пытался прям давить, душить, но не мог, потому что... Почему? Потому что он в первую очередь... Вы были открышованы? Нет, он был в первую очередь рыцарь. Он не мог давить и душить женщину. Он так относился не только, тем более молоденькую девчонку, у меня было 25 лет. Я потом это в нем заметила, что он так относился не только ко мне, он так относился вообще к женщинам. Вот есть, скажем, семья, не буду называть, конечно, фамилии, но какая-то известная семья. Да, эфир, эфир. Вы всегда так. Вы же наша коллега, вы же журналист. Ну, я не могу без разрешения других людей говорить о других людях с их фамилиями. Хорошо, я вас перебью, здесь все с разрешением упомянуты? Да. Вот люди. Ну, то есть даже те, которые угадываются, как вот, ну, Громова вы же не называете, но Алексей Алексеевич, это однозначно... Конечно. То есть это согласовывалось? Я, когда писала и предыдущую свою книгу, и эту книгу, всем людям, которых там можно узнать, ну, потому что там, конечно, полно придуманных людей и полно собирательных образов. Это не в рассказе про Лесина, в рассказе про Лесина это все правда, да, это просто действительно все дословно было так, потому что это не рассказ, это скорее некролог. Вот, а в других рассказах там много придуманных персонажей, в которых собрано много чего. Внешность от этого человека, поступки от другого, ситуация сама, третий в ней участвует человек и так далее. Вы меня расстраиваете, Маргарита, потому что мне казалось, что я всех узнал. Я чувствовал, и думаю, понятно, это... Нет. А там оказывается... Нет, ну, плюс есть там люди, которых вообще никогда не было. Например, там в нескольких рассказах фигурирует человек по имени Дядь Вачек, его не было никогда. Он полностью придуманный персонаж, никакого Дядь Вачека ни под этим именем, ни под другим именем никогда не существовало. Это придуманный абсолютно образ, который мог бы быть, он же мог бы быть. Все-таки это не журналистский, я вот просто еще раз хочу сказать... Что это писательская работа, что вы... Ну, писательская работа, это очень громко сказано. Я хочу сказать, что это не журналистская работа в том смысле, что это, мягко говоря, не все правда. И много там неправды, попытки художественного произведения и просто фантазии, на которую имеет право любой человек, пытающийся стать писателем. Поэтому я не хочу, чтобы потом были какие-то вопросы у участников около событий, что, дескать, было же не так, или вот наоборот не было. Там даже Женя Ревенко упомяну, ты в рассказе «Черные глаза» звонил не в час ночи, а в полвторого, например. Так вот, но когда я понимаю, что человек может себя узнать, или его близкие могут его узнать, и это может человека как-то задеть, или мало ли что. Мне кажется, это такая просто гигиена общественных отношений. Я посылала все эти рассказы этим людям и говорила, если что-то тебе не нравится, я, во-первых, могу переписать, могу убрать, могу вообще не публиковать. А кто-то просил убрать что-то, переписать? Да. Да? Да, и в предыдущей моей книжке прям главами пришлось убирать. А то есть в предыдущей книжке такой практики не было согласовано? Наоборот, я прислала книжку, и до ее публикации мне пришлось прямо целые большие куски убирать. Ну, исходники остались? Все сожжено. Рукописи не горят. Ну, мне кажется, это, знаешь, это в принципе гигиена общественных отношений. Я, например, всегда, если где-то вот что-то кого-то сфотографирую или снимаю, или попадает кто-то в кадр, я спрашиваю людей перед тем, как выставлять в соцсети. Ну, потому что даже из ничего такого нет особенного. Ну, ты же не можешь знать, а вдруг человек друзьям сказал, что он, я не знаю, в Новосибирске, а он с тобой тут в Москве в баре. Ничего страшного, да, большое событие, никакого криминала. Ну, ты можешь подставить человека, зачем? И то же самое, там, где люди могли быть узнаны, люди были по их просьбе зачищены или перекрашены. Маргарита, а в одной из соцсетей вы выложили фотографию, сделанную во время презентации. Кроме, извини, там вот есть в рассказе под Сулнахи, там есть история про парня, который там назван Серега Млечин. Там тоже, что там очень много неправды, но он действительно существовал, и он действительно умер. И мне просто не у кого было спросить разрешения. Да, да. Извините. Маргарита, во время презентации вы выложили одну фотографию в соцсети и подписали ее, что это тот трепетный момент, когда твой учитель читает твою книгу. Да, это Олег Борисович стоял с моей книгой, ее читал, мне было очень приятно. Что он сказал? Он дал какие-то комментарии, ему понравилось. Он мне позвонил на следующий день, сказал, что... Извините, что я перебью, но все-таки для читателей надо Олега Борисовича все-таки и фамилию тоже озвучить. Добродеев. Да, мы с вами все, в общем, в цехе, понимаем, что это Добродеев, а кто-то из зрителей может не догнать. Олег Борисович Добродеев, командир вот этого всего, руководителей. Желание все исплавило. Влегку. Это секрет был, что ли? Ну, так, может, опять же, для зрителей может быть. Еще многого-многого другого, телеканала Россия и всего ГТРК. Вот. Он мне позвонил на следующий день, сказал, что прочитал за один вечер, что очень легко читается, что ему понравилось. Ну, и всякое такое, что, в общем, тоже без разрешения Олега Борисовича, наверное, нехорошо его цитировать. Ну, я счастлива самим фактом, что он вообще прочитал, что он пришел на презентацию, потому что для меня Олег Борисович, безусловно, безоговорочно учитель. И мы вот его птенцы, у него недавно был юбилей, я выкладывала фотографию, и тоже, по-моему, ее подписала как-то, ну, что в с днем рождения Олега Борисовича, ваши птенцы. Вот мы его птенцы между собой называем его вождь. Кстати, на презентации Багиров сказал мне, ты обратил внимание, кого здесь нету? Я говорю, ну, кого-то Путин здесь нету. Он говорит, здесь нету Суркова и Венедиктова. Да, я приглашала их обоих, но, я не знаю, люди занятые. Сурков — это человек, один из, может быть, пяти людей, благодаря которому я вообще начала писать. И моя книжка первая, она вышла только благодаря Суркову, исключительно. То есть это он настоял, стоял над головой, все время подгонял, пиши-пиши-пиши-пиши-пиши-пиши, давай-давай, я тебе помогу издать. Вот прям, ну, если бы не он, я бы ее не написала, сто процентов. Не кажется ли вам, Маргарита, что в ближайшем окружении Путина нет людей, которых в социуме принято называть запутинцами? То есть таких вот, вы их называете оголотелыми патриотами. Вы как-то мне сказали, что патриотизм не должен быть оголотелым. Что в окружении Путина люди в основном это такие практичные с бизнес-мышлением. Не кажется ли вам? Давайте мы разберемся в формулировках, во-первых, что такое запутинцы, что такое оголотелый патриот. Я вот оголотелый патриот? Вы? Нет. Вы человек, в общем-то, скорее, мне кажется, ну, либеральных воззрений. Просто у нас принято либералами называть вообще совершенно людей, ну, с непонятной позицией. С лишевистской, скорее, позиции. Людей, которые считают, что... А разве либерал не может быть патриотом? У нас, на нашей практике, получается, что российские либералы и патриоты, они как-то вот, ну, в дискуссиях, во всяком случае, в благосфере, они противопоставлены. Это потому что мы запутались в названиях. Они никакие не либералы, никакие. Я либерал, если брать систему моих ценностей. При этом я, безусловно, патриот. Я не могу даже представить себе, как это может одно другому мешать. Я хочу своей стране, своей родине, которую я очень люблю, развиваться в соответствии с либеральными ценностями. Я не хочу, чтобы у меня на родине... Я же все это говорю открыто и пишу, что я не хочу, чтобы у меня на родине была, например, смертная казнь. Я не хочу, чтобы вернулись сталинские времена. Да, по Сталину у вас жесткая позиция. Да, по Сталину у меня позиция однозначная и жесткая. С восьми лет, как я помню. Да, совершенно верно. Я не собираюсь в угоду тому, что она меняется как-то среди населения, и ее менять. У меня же, я имею право иметь свои собственные ценности. Хорошо, вы знаете, давайте я на конкретном примере вам расскажу. Но про Путина я не хочу уходить от ответа, я отвечу. Люди, которые являются советниками Путина, с теми, с которыми мне приходилось беседовать и общаться, они как бы, как мне кажется, не разделяют тех представлений о прекрасном, которые разделяет Путина в глазах, скажем так, электората. Электорат иногда воспринимает Путина как такого Штирлица, который там внедрился в это вот кремлевское что-то, и пытается вот вместе с народом противостоять вот этому, чему-то там кремлевскому. Вы лучше, наверное, знаете, что представляет себе электорат. Да, я поэтому вас и спрашиваю. Поэтому я вам скажу, что знаю я от общения с людьми. Во-первых, то, как вы описали человека, который запутинец, да это сам Путин не запутинец, согласно вашему описанию. Потому что Путин, насколько мне известно, из каких-то разговоров, да и из публичного его поведения и общения, он тоже человек довольно либеральных ценностей. Абсолютно. Просто у нас сейчас вот либералы как-то присвоили себе это слово, занимаются на самом деле большевизмом и такой диктатурой в худшем смысле этого слова. Путин этим не занимается. Ну, правда, не занимается. И я знаю очень много примеров, когда он не шел на какие-то жесткие поступки, на которые я бы, например, пошла на его месте. Например. Если бы я был султан, что называется. А он на них не шел. А вот пример, вы сказали, например. Потому что это нехорошо. Я не знаю, имею ли я право приводить этот пример в эфире. Но, наверное, все-таки нет. Ну, правда, это же какие-то вещи. Ну, то есть бывали истории, когда вот я считала, что человека надо посадить, например. Ух, вот даже так? Вот это совсем на вас не похоже. Это абсолютно на меня не похоже. Это вообще крайне, абсолютно, крайне редко я что бы то ни было. Ну, то есть я вообще считаю, что люди, я много об этом писала, что люди по ненасильственным преступлениям не должны сидеть в тюрьме. В принципе, да. То есть я считаю, что даже за экономические преступления люди не должны сидеть в тюрьме. Я вот до такой степени либерал. Я публично это тоже говорила. Но там была история такая, что можно было посадить... А если мы не называем имен, то тогда даже не будем просто так интриговать наших зрителей. Нет, я просто хочу объяснить, что я имела в виду, что посадить одного человека, потому что тогда бы выпустили другого. Потом отпустили бы и этого. О, Господи, я тебе буду думать. Тогда в другой стране отпустили бы другого человека. Да, я хочу все о женском. Маргарит, вы начинали свою карьеру в качестве... Я на вопрос не ответила насчет окружения. Ну, очевидно, вы ответили. Вы так не считаете. Ну, то есть ответ, в общем, был... То есть это в значительной степени риторический был вопрос. Вы начинали свою карьеру в качестве военного корреспондента. Наверное, самое сложное, что может быть в юрналинике. Нет, я бы, к сожалению, наверное, не назвала себя военным корреспондентом, потому что я была в военных командировках всего несколько раз. А военкоры — это все-таки ребята, которые годами не вылезают из своих Сирий и прочих Донбассов, и в этом вся их жизнь. А у меня просто было несколько таких военкорских командировок. Нет, ну, знаете, в военкорской командировке там день не то, что за два, а день иногда, вот этот эпизод, когда офицер сказал, что ты не волнуйся, я тебя пристрелю. Это правда. В Чечне когда был риск захотел. В общем, это такого дня хватит на несколько лет. Когда мы забыли... Кстати, книжки нет, я про это еще не написала. Напишу следующее. Из-за того, что вы называетесь плетьми. Из-за того, что мы собираем. Точнее, когда мы заблудились, и стало понятно, что у нас велик шанс попасть просто в плен, и мы находимся не на своей территории, и офицер, майор Полторанин, с которым я вместе ехал, сказал, ну, ты не волнуйся, ты не переживай, я тебе даю слово, я тебе даю слово русского офицера, что я тебя сразу застрелю. А мне было 19 лет. Вот так вот. К вопросу о военных корреспондентах. Это не женский разговор. С рождением детей какие-то страхи появились. Что бы вы сейчас не сделали в своей работе, в своей профессии? Ну, конечно, я сейчас бы уже не поехала на войну, потому что это было бы крайне безответственно по отношению к моим детям. Но, если честно, я не могу сказать. Вот мы только вчера это обсуждали с моим другом Ромой Бабаяном, который настоящий военкор, в отличие от меня. И мы смотрели его фильм про Афганистан. И я говорю, Рома, ты когда вот видишь эти БМП-шки брошенные, там, БТР, и тебе не хочется обратно? Он говорит, хочется. И мне хочется. Вот часто хочется. Как это ни дико, как это ни странно. Это как раз понятно, потому что это адреналин. Совсем другое ощущение от жизни. Это ощущение что-то настоящее. Да, именно. По-другому ощущается острота жизни. Каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую ночь. По-другому. Ты просто вот всё остро, сладко и так вот со специями. А могли вообще в юности предположить, что когда-нибудь станете многодетной мамой? Я думаю, что армянская девочка всегда думает, что она будет многодетной мамой. Нет? Я ошибаюсь? Плохо знаю армянскую девочку. Нет, я почему-то, мне всегда казалось, что у меня будет именно трое детей. Но чем дальше, тем больше мне казалось, что это какое-то такое странное девичье представление, потому что это невозможно, когда я успею их родить. Я первого ребёнка родила в 33 года. Вот. Как вам, больше 30? Да. Спасибо. Вы знаете, вы, будучи согласно разным рейтингам одной из самых влиятельных женщин, то есть вы входите в сотню влиятельных женщин мира. И там ЦРУ в своих докладах всячески вас вспоминает. То есть вы, как мне кажется, должны быть дипломатом. При этом, если мы возвращаемся к книжке, я помню, я отсматривал репортаж с презентацией этой книжки в книжном магазине, не с той презентацией, про которую мы с вами говорим. Как вы внимательно готовитесь к интервью, Евгений? Ну, мы стараемся, да, соответствовать школе Олега Борисовича Добродиева. Я думаю, вы скажете, мы стараемся соответствовать приглашённым гостям. А, потому что они прошли школу Олега Борисовича Добродиева. Как вот может быть человек не дипломатом и так долго сохранять такую позицию? Сама удивляюсь. Я не держусь же за свою позицию. Вот, честное слово, ни одной минуты. У меня много детей, много интересов, прекрасный муж, который меня прокормит, который был известным и обеспеченным человеком, когда я ещё ходила под стол пешком. Поэтому я совершенно, абсолютно не держусь за свою позицию. И если эта позиция будет несовместима с тем, что я говорю, что я думаю, и говорю так, как это, ну, в рамках приличия, конечно, так, как я это считаю нужным, то я с удовольствием её передам кому-то более подходящему. Вот у меня спрашивали, Олег Фирм, что общего Симоняя с Путиным? И вот это вот общее, ну, в моём представлении, у Маргариты Симоняяна Владимира Путина, они не держатся за свою позицию. Это очень сильное, я считаю, место у вас. И я могу вам пожелать обоим, что вы оставались на своих позициях. И книжки пишите, у нас будет повод встречаться в эфире. Огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.